Всем привет! Сегодняшнее видео опять-таки посвящён суициду и тематика будет АФК. Много раз я говорил не АФКшите, особенно на гайке. Это чревато, естественно, смертью, особенно если у вас интересный фитнес. Итак, я прохожу гайку и вижу цирба стоит у гайки и АФКшит. Я её просканиваю. И, как мы видим, она достаточно вкусненькая. То есть, смотрим, у неё тут X-Type шелда плюс фракционка. Ну, в общем, отлично. Как её не стрелять? Тем более, стоит у гайки и АФКшит. Но, блин, алё. Естественно, принимаю решение её стрелять. Флотиком отапливают до ближайшей точки. В это время шпикачкой я подкрадываюсь к АФКшнику, для того, чтобы его потом залутать. Флотик подготавливаю, ставлю его в перегрев, так как у гайки, соответственно, там центрики, будет больно. Поэтому нужно как можно быстрее его заломать. Но, так как он АФКшник, модули у него не включены, в принципе, так даже видно, что нет никаких ключных модулей. То есть, там не показывает картинка, что вокруг него что-то там такое, какие-то есть включенные модули. Просто тупо стоит АФКши. Так, я к нему подлетаю, дальше варпаю флотиком уже на шпикачку и оттуда уже буду расстреливать его. Подлетает чувак, вообще не чухается. Ну, тут быстренько лучим и убиваем. Ну, дальше дело за малым, лутаем. Упало, конечно, немного. Упал только один фракционный модуль и 74 ляма. Ну и, собственно, сам келосик. Не свезло. Все самое-самое-самое все погорело. А церба была практически на лярд. А упало 70 лямов с нее. Ну, вот так вот. В любом случае, не АФКшите. Ну, поехали дальше. Так, очередной моментик. Прохожу гаечку в поисках целей. Смотрю, церба АФКшит. Ой, церба, каннибал АФКшит, пардон. Просканиваю. Смотрю, у него А-тайп шелда, блин. Ну, блин, окей, все. АФКшит, надо убивать. Также потихонечку к нему подтапливаю. И в это время вытаскиваю флот со станки. Он у меня на станке. И быстренько лечу сюда. То есть, время прилично еще мне нужно. За это время он может спокойненько успеть свалить, проснуться. Итак, вот он, я к нему подвалил, уже флотка. И, собственно говоря, начинаем его убивать. Достаточно простенько и быстренько он умер. Ну, что, давай смотреть, что выпало. Выпало у нас на 354 ляма. Как раз шелда. И два модуля у нас фракционно. Ну, так, вот такой вот килосик. Такой у нас каннибальчик был. Каннибальчик у нас выходил на 851 лям. Вот еще один АФКшный человечек, любящий на гайке постоять. Ну, что, поехали дальше. Итак, здесь я на подскане вижу тынгу. Она где-то в спейсе. И она недалеко находится от гайки. Естественно, я сейчас буду просканивать стенку и попробую его найти. Быстренько готовлю флотик. Я не знаю, чем он там занимается. Может быть, на миске. Может быть, на зелени. Может, еще чем-то занимается. В общем, сразу подготавливаю флотик для того, чтобы прилететь и сразу его заломать. Летим. И здесь он, в принципе, тоже АФК. Хоть он и двигается, но он АФК. Он просто в спейсе решил вот просто, знаете, по прямой. Лететь и все. И заниматься чем-то, наверное, со своими делами. Отошел или еще что-то. Я не знаю. Но это тот же самый АФК. Обычная АФК. Естественно, принимаю решение стрелять. Все, он готов. Полетели лутать его. Упало всего 14 лямов. К сожалению, я его не просканил, потому что он все-таки в движении был. В любой момент мог просто проснуться и четко по движению отварпать. То есть, без всяких разворотов, потери времени. Поэтому я его не сканил, не проверял, какой у него фитецкий. Прямо сразу видел он АФК. И сразу стрелять. Тут 14 лямов я даже не стал брать. Мораль той басни такова. Даже в спейсе в движении все равно не АФКште. Лучше уйдите на останку. Перетусуйтесь там. В общем, вот он, келосик. Как видно, тут вообще ничего. Говно тенга. Ничего интересного. Но мораль той басни я только что сказал. Че надо делать? Уходить на останку. А не вот так вот в спейсе тусоваться. Ну что, поехали дальше. Итак, здесь на гайке я вижу АФКшт Виатр. Чем интересен? Интересен тем, что, во-первых, это транспортник. Значит, он что-то перевозит. Но просканить его нельзя. У него бонус, у этого транспортника, на запрет проскан карго. То есть я, ну в общем, никто не может просканить его карго. И что он перевозит, никогда неизвестно. Это, скажем так, ящичек с сюрпризом. Либо там может быть что-то интересное, либо там вообще ничего не может быть. Ну, в общем, вот так. Но когда я, по крайней мере, вижу такой фритак АФКшный, я всегда его стреляю. Всегда убиваю. Поэтому на них тоже не АФКшите. Так, и к тому же я решил проверить, как давно уже играет этот перс. Потому что, если он давно играет, вполне возможно, что он что-то интересненькое и перевозит. К тому же, если обратить внимание, вот сюда статус безопасности у него 5-0. То есть это краб такой, конкретный краб. Итак, смотрю, как давно он играет. Он с 2005 года играет. И вот до сих пор еще АФКш. На гайке, на транспорт. На авиатором. Ну, вообще отлично. Так, я смотрю примерно его фитецкий, что у него за фит. Каргахол вижу. Еще каргахол. То есть он даже не утанкованный. Он зафичный на перевозку груза. Вдвойне интересней стало. Я сейчас к нему подлетаю. Вот АФРМ его флотик все еще летит. Подлетаю поближе, чтобы сразу же прыгнуть на шпикачку и расстрелять его. И тут же еще залутать. Итак, флотик мой уже готов. В системе я прыгаю на шпикачечку. Вот он, авиатор. Ну, лочим и убиваем. Ну, умер достаточно быстро. Можно сказать, в момент. Ну, смотрим, что там у него. К сожалению, ничего интересного не оказалось. По крайней мере, не упал. Может быть, что-то и было, сгорело. Давай посмотрим, что он перевозил. Итак, вот он, келосик. И таки, да, он перевозил. Перевозил модули. 2500 модулей на лярд. Лярд был у него в карго. Вот так вот. Проскайнить мы не могли. И он, видимо, считая, что его проскайнить не могут, можно спокойно постоять, поковыряться в носу и не париться, пофыкашить. Да, фыкашился. К сожалению, все сгорело. Я, честно говоря, даже не знаю, смог бы я все забрать. Но, если бы это выпало бы, я бы точно туда-сюда бы покатался бы. По максимуму попробовал бы перевезти все, что мог. Но лярд сгорел. В итоге, действительно, он перевозил товар. Товар стоящий, дорогой, нужный. Это бы точно ушло бы без проблем. Но, к сожалению, все сгорело. Мораль, в общем, со всего сегодняшнего видео, то, что не афкашить. Не афкашить и не у гайки. Не в спейсе. Тем более на транспортных кораблях прорыва блокады, у которых не просканивается карго. Вы очень интересны суициднику. Всегда будете интересны. Если вы будете афкашить, вас будут стрелять. Это прям в сто процентов. Ну все, пока.